Супруга вчера сказала, когда она делала ногти, она, кстати, у меня очень хорошая специалист в области ногтевого сервиса, так что, если у вас есть большое-большое желание, телефон мой, да вы знаете, в принципе, то можете к нам прийти. Сложно? Ха! Не то слово. Так вот, она мне сказала следующее. Леш, я прекрасно понимаю, что у вас какой-то кризис, вот, да, какой-то кризис, так может быть ты будешь шашлык мочить? Я готов это делать, чтобы поели настоящий мой гиммервертовский шашлык. Я там ничего не придумал, а вот гиммерверт, Валерий Юрьевич, мой учитель, естественно, который ушел с этой жизни, вот, у него тоже рак провода лоткнулся, как у меня, вот тогда еще не умели это лечить, да и меня-то не сильно умеют лечить в России, понимаете? Если бы головы-то не было, и я не лечился в других странах, то я бы уже, наверное, тоже был на том свете. Вот такая фигня. То бишь, мы вам можем это все дело продемонстрировать. То есть, вариант, в принципе, достаточно простой, но тратится бешеное количество энергии, силы и, естественно, слез. Знаете, почему? Вот тот шашлык, который я сейчас готовлю, вот, это замечательный шашлык, вот он сделал на луке. Что хочешь, уйти куда? Пошел, да, куда-то? Молодец, хорошо. Он пошел к девочке, вот, нормальное время, хорошее место. Тут и девочки, и мальчики тоже. Ну вот, у лука потрачено было бесконечное количество. Вот, я это, в принципе, могу сделать, то бишь, вы можете так же к нам прийти, то есть, супруга вам будет ногти делать, а мужики будут смотреть, как я делаю шашлык. Ну, если что-то не получается, и супруга может сделать шашлык. Сумма небольшая, 1500 рублей за 4 килограмма. Хотите 6-8 килограмм, ну, там сумму умножать их в два раза, потому что, извините, подвиньтесь. Все остальное делается так, как сказал Димир Вернус. Я ничего от себя не придумал, и получается все изумительно. Почему мы этот сюжет готовим? Ну, пункт номер один. У нас закончился сезон посадок на 2016 год. Все посадили, теперь у нас что остается? Теперь у нас остаются тяпки. Тяпки, 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 тяпки. С другой стороны, о чем мы сейчас говорим? Вот, я уже всем объясняю, что все-таки ваше желание – это построить свой замечательный дом. Пускай он будет не такой большой, и не надо это делать. Пускай он будет маленький. Но живите в нем, потому что, вы знаете, я вот живу в своей квартире, и что-то я не понимаю, то ли у народа кукушки куда-то уехали, что ли. Ну, я занимаюсь автомобилем, я ими занимаюсь. Но я беру машины бэушные. Я беру машины за копейки. Я их делаю, я их продаю, понимаете? Не многие это умеют делать в городе. Не многие, поверьте мне. Вот и все. Ну и тем не менее, какие-то у нас нехорошие товарищи начинают говорить. Объясняю ситуацию. В связи с тем, что у меня вторая группа инвалидности. Четвертый год подряд. Ну, чтобы вы поняли, да? Вот. Пенсия у меня очень небольшая, поверьте мне. Ну, в принципе, я сейчас объясняю ситуацию. То есть, если вы, допустим, платите денежки, то ваша пенсия от моей отличится, ну, максимум 1000 на 2 на 3. То есть, ну, не знаю, для чего платить деньги, как платить деньги и для чего все это нужно. Не понимаю. Но в результате, в результате, у меня сейчас начинают наезжать. Почему ты не поставишь свою машину? Да я бы поставил свою машину, коли бы деньги были, представляете, да? А то вот рядышком со мной стоят такие замечательные машины, там, Audi Q5. Просто новая машина стоит рядом с домом. Другие машинки, там, такие навороченные, тоже рядом с домом стоят. Я не понимаю этого дела. Я этого дела не понимаю. То есть, ну, давайте всех скажем, ставьте машины. Почему нет? Вот и все. Ну, что-то вот не в этой жизни. Не в этой жизни. Так что, господа, как я готовлюсь. Если вы хотите посмотреть на YouTube, естественно, чуть раньше посмотрите шашлык, как я уготовлюсь дома, как я уготовлюсь здесь. То бишь, сейчас о чем мы говорим. То количество денег, которое я сейчас здесь потратил, ну, абсолютно небольшое. То есть, на специи, ну, в это примерно 500 рублей ушло. Вот. По мясу, ну, мы берем самое дешевое мясо, так и должно быть. Причем мясо лучше брать нормальное, деревенское, а не тот сублимированный продукт горения, в смысле, это не горение, это называется бройлеры. Знаете, такие штуки? То бишь, вы что думаете, только хуриц так накалывают и всем отсюда? Нет. Нет. Так же и ваших свиней быстренько накалывают, и вот они там побыстрее получаются у них что-то. Вот так вот, господа. И в итоге вот это все, и вот там еще готово. Иди, подождите секундочку. Вот. Все это вместе, невзирая на то, сколько мы покушали, а по ботям съел на тысячу, если бы брали мы цены наших кафешек, я бы съел бы на 1200, то есть я уже съел, реально съел, нормально съел. То есть я, грубо говоря, съел четыре порции по 350 рублей на ребрышках. Такая штука была, хорошенькая. И вот это все. И еще на следующий день. И на следующий день после этого дня. То есть завтра и послезавтра, а может быть еще на послезавтра. Нам этого дела хватит. Цена вопроса 2000 рублей. Все вместе. Так что думайте, господа, прежде чем кушать где-то что-то, когда все это вы можете делать сами. Ну, если что, вы можете меня позвать, чтобы я вам сделал замечательный шашлык. Вот такой. Как он пахнет. Хотелось бы? Приходите. Ну, конечно, обыкновенным шашлыком дело не закончилось. Теперь вопрос кризиса. Типа, вы никуда не ходите. Да нет, кризиса. Кризис в мозгах изготовителей шашлыка находится. Вместо того, чтобы к нам обратиться, а мы знаем построение шоу, у них дебильные диджеи работают. И те, кто типа петь не умеет. Ну и хрен с вами. Чуть подождем и сделаем мы шоу и для вас. А так, по сути, ранее, вне кризиса. Я ел шашлык только один раз в течение года. Мой шашлык на мое день рождения. А на сегодняшние полгода жизни это уже седьмой раз. Думайте, господа, с вашим, а не с нашим кризисом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!